Всем привет! Своем канал Яма Принтер. Сегодня у нас в рубрике Копир Кэнон. Этот аппарат достаточно старый. Раньше я с ним никогда не связывался, вообще не знаю с чем он состоит. Сегодня вместе с вами буду изучать. Если что-то я сказал не так или назвал не своим именем, можете написать в комментариях, я буду знать. Мне просто стало интересно из чего он состоит, так как в интернете я не нашел ни одного видео. То есть видел как снимали верхнюю крышку, как разбирали на металлолом, как он разбирается собирается, где находятся какие риски, из чего состоит печка. Об этом информации нет. В принципе этот аппарат, как я почитал по отзывам, зарекомендовал себя неплохо. Хоть он и старенький, но как мы знаем в те времена технику делали неплохую. В отличие, что сейчас все чипует, все прошивает, все делается, чтобы технику меняли быстрее и быстрее. Какая у него проблема? У него проблема была вот так вот он печатал, то есть поставил я другой картридж. Печатать он стал вот так. Но внутри у него, сейчас когда будем разбирать, увидим, что состояние не очень. То есть надо его чистить от тонера и делать полную очистку и профилактику. Давайте включим, попробуем как он работает. Почитал я несколько статей, несколько форумов. Я буду их говорить. Во-первых, если вы заносите аппарат из холода, надо ему дать отогреться. То есть сразу с холода запускать его нельзя. Там писали до 8 до 9 часов. Во-вторых, вот этот регулятор, который у нас регулируется за четкость, то есть чем вы максимально его ложите, тем больше тонера расход у вас идет. Включаем наш копир. Нажимаем на старт. Сегодня вместе с вами будем изучать его. Уже печатает получше, но видим, маленькое искажение идет вбок. Или я бумагу не так положил. Перейдяю к снимать видео. Я обычно захожу на форум, смотрю у людей какие ошибки, как они их исправляли и рассказываю своих видео. Делюсь с вами. Вы также пишите, что у вас было с этим копиром. Какие ошибки. Ремонт может писать цену даже. Давайте начнем с такой ошибочки. С банальной. То есть бывает, когда копир выходит вот сюда и листок остается здесь и ваша верхняя крышка, она не двигается и листок не уходит. То есть виной у нас вот этот датчик. Как я видел, как его ремонтируют. Некоторые сюда наклеивают что-нибудь из пластмасски, некоторые ложат сюда изоленту, некоторые чисто берут супер клей, наклеивают несколько капелек и наш датчик работает, выполняют свою функцию. Следующим образом, если ваша крышка не двигается и что-нибудь ей мешает, обратите внимание на эту направляющую. Может что-то сюда попало или шестеренка, которая вращает вашу крышку. Может что-то попало в механизм и из-за этого ваша крышка не двигается. Не забывайте поддерживать канал, если вам нравится мое видео, как я рассказываю и показываю. Мне будет очень приятно получить от вас монеточку того, чтобы я вел свои видео. Также ставим лайки и подписываемся на канал. Итак, сначала у нас отпечатывал вот так. Какие манипуляции я сделал, чтобы она начала отпечатать вот так. Я почистил вот эти две линзы. Одну линзу и вторую линзу. Перед тем, как чистить, смочил их спиртом. Ну, может и водичкой. Потом я еще увидел, что оказывается у этого принтера есть еще одна линза. Когда вы заправляете картридж, картридж уже не такой хороший. Видим, без него сыпется тонер. Есть еще одна линза. Вот здесь она находится. Тоже павший класпиритиком. Видим. Протираем на сухо. Сейчас почистим и попробуем заново запустить наш копир. Как он будет печатать. Если у вас на леске образуются полосы, виновь всему фото барабан. Видим. Здесь на фото барабане черточки. То есть вам менять надо будет печатать. Но дешевле будет заменить, наверное, на новый картридж. Так. Почистили. Сейчас попробуем. Включаем наш копир. Ставим листочек. Запускаем. Ну вот. Здесь была полоса. Здесь ее не стало. Но все равно какие-то еще есть пятна. Скорее всего. Все равно надо менять картридж или отдавать на заправку. Но все равно лучше, чем было. И еще я забыл про одну штуку. Что у нас регулируется четкость. Сейчас поставим по максимуму. И попробуем на максимум. И в принципе. Вот. Вот. вот смотрите. можете посмотреть не влияет это регулятор сейчас у нас почему-то не максимум хотя тут почетче маленько ладно давайте начнем разбирать его перед тем как разбирать выключаем наш копир высовываем из сети снимаем наши лотки лотки у нас снимается не тяжело ставим что-нибудь и вытаскиваем наши направляющие вот его поднял хочет отсюда то есть начали вытащили с этого угла направляющие потом с этого легче выходит хотя она почему-то и не выходит нажимаем наш вроде одинаковый но что-то туго выходит таким образом снимается наш лотки здесь я думаю они должны сниматься так же перед тем как будем разбирать дальше снимаем вытаскиваем наш картридж если у вас из картриджа сыпет тонер и вы собираетесь делать очистку и профилактику лучше или купите новый или отдайте его на ремонт закрываем видим здесь у нас два винтика откручиваем винтик такой шайбочкой шайбу достану такая шайбочка затем аккуратненько нашу крыжочку перекатываем и окручиваем вот этот винтик таким образом мы достали наше стекло то есть если что-то у вас будет здесь работать не так смотрите на шестеренки потом на эти зубья чтобы все были целые и направляющие попробуйте как оно сходит легко или нет тут я вам показать больше не знаю чем принципе все видно и так сейчас кого-то снял верхнюю крышку увидел что здесь еще на стекло есть и вот и я вот и не чистил даже может быть пыль еще из-за него из этой линзы что и она засовена хотя на другом картридже печатать неплохо ну ладно начнем разбирать он разбирается сверху или снизу я не знаю но начну разбирать сверху там потом будет видно так вот видим здесь у нас винтик вот здесь давайте начнем добираться до панели управления потому что иногда бывает у них летит кнопка вот это на нее часто нажимает и кнопка выходит из строя здесь вот такой вот винтик следующим шагом снимем вот эту крышечку то есть берем ее так вот в бок и вытаскиваем здесь видим две направляющие также наш регулятор это фигня залитой и кнопочка следующим шагом чтобы снять нам всю крышку нам надо скинуть две заглушки берем такое подставим и со всех сторон аккуратненько и вытаскиваем вот так вот она выглядит и вторая заглушка делаем такую же операцию следующим шагом открываем нашу заднюю крышку поднимаем нашу кассету и будем сейчас эту часть поднимать вверх взяли что-нибудь типа лопатки и со всех сторон защелки не указаны то есть вот таким вот образом ее поднимаем вверх получается приподняли вот этот уголок там внутри находится защелка так и вот никак не показать но вы увидите сейчас я щелкну когда крышку сниму я вам покажу ее получается со всех краев я вот так вот подставил и снимаем теперь нашу нашу верхнюю часть вот она защелочка вот он свою очередь это защелочка фиксируется сюда за зубик и получается мы ее отгибаем и у нас она освобождается вот она наша крышечка ничего такого интересного нету то есть направляющие что же давайте будем смотреть как приблизительно чё что устроено то есть видим наша задняя крышка открыта ничего не происходит вот эта штучка у нас двигается мимо то есть вот эти вот направляющие давайте поближе сделаю то есть она идет мимо кнопки зачем отвечать эту кнопку надо не знаю еще закрываем когда дверь видим этот рычажок надавливает надо и таким образом у нас она на замыкается цепь то есть это все наши слова цепь замыкается очередь уже такая система давится так вот на эту давайте начали снимем нашу кнопочки панель управления берем за шлейф и аккуратненько вот вытягиваем шлейф вытянули затем чтобы нам вытащить наш панель управления есть такая защелочка вот я на нее нажимаю и вот она эта штучка с этой кнопочки еще она переключается непонятно наши шлейфа можем оцепить чтобы было удобней нам надо вытащить их отсюда по одному проводку вытаскиваете можете конечно и сразу цепить кому как удобно надо показать просто куда подходит как видим да вот два пучка идут тут и синий заходит тут и желтый с красным раскачку вытащили вытащили такая вот панель управления давайте посмотрим наши кнопочки покажу как смотреть целая или нет мультиметр включили на прозвонку попробовали теперь теперь смотрим нашу кнопочку на целостность то есть вот не два контакта видим нажимая на кнопку она звенит здесь также ставим на верхнюю кнопку кнопку работает итак кнопки мы научились смотреть то есть вот эти верхние наши части их на них нажимаем и звоним Как же звонить в наш регулятор? По-другому, по танциометру. Ставим на 20к, подцепляем к этому и к среднему, к левому и к среднему, то есть видим сопротивление. Мы крутим вниз, ноль. Крутим вверх, 3.19. Какое сопротивление должно быть, я не знаю. И в книжке я нашел, что это обозначает. Сейчас вам покажу. Вот такое название. То есть она делает темнее, светлее или в середину. Если вы не знали об существовании вашей кнопки, теперь вы знаете. В принципе, здесь я вам все показал, что посмотреть. Основное, смотрите на состояние. Итак, следующим образом видим у нас шлейф синий, фиолетовый и желтый. Он у нас идет на октопару, то есть вот сюда. Вот она, наша октопара. То есть, вот он сложок, если у вас будет ошибка на замятии. Когда бумага выходит, она нажимает, на этот флажок. Видим здесь следы от запекшего тонера. Вот они. Потом будем печку разбирать. Я вам покажу. А вот этот синий-желтый, он идет на контакт. Снимаем дальше. Видим здесь она у нас зажата. Отпасили ее. Конечно, вы можете сюда подлезть, отверточкой подставить и просто ее вытащить, если у вас нету зажимов. В принципе, ничего такого тяжелого нет. Со стороны зубьев, с обратной стороны. Так вот, поглазим, где она выходит. Что-то мне неудобно было. Так. Теперь вытаскиваем этот наш провод. Сейчас посмотрим, куда они идут. Снимаем эту часть. Я ее поднимаю. Семей туда нагибаю. Вот эту вот направляющую. Вот она. Я ее отгибаю. Убаю. Оба. И таким образом у нас должна она выйти. То есть, вот она наша направляющая. И вот она. Следующим образом я вытащил заднюю крышку. То есть, поставил отверточку и вот эту клок вытащил. Затем вытаскиваем вот эту. Таким вот образом вы можете посмотреть. Может, даже из-за этого он ушел. Надо их будет смазать. Так. Теперь мы смотрим на наши провода, на кнопочку. То есть, получается у нас, когда включаем принтер, идут четыре силовых провода, два черных, два белых. Здесь у нас вот такой разъемчик есть. То есть, которые идут в печку и которые идут сюда. Даже два разъемчика таких. Раз, два, три, четыре. Пять. На четыре провода и тут опять расцепить их не проблема. То есть, два. Один серый, один белый. И тут у нас в печку, как я понимаю, на темп. А вот эти два такие на кнопку. Откусываем наш зажим. Затем достаем провода, которые в печку и тут отсыпаем их. Здесь такая защелочка. Видим, вот так она функционирует. Белый к белому. А серый, черный. Видать в них не хватило. Серых и белый. Тут у нас идет такой как бы серенький. А здесь уже пошел черный. Тоже нажимаем и вытаскиваем из зажима. Если у вас не получится вытащить, можете поставить отверточку. Вот так вот. И она выходит. Так. Эти мы отцепили. Сейчас наша задача снять печку. Эти мы отцепили. Теперь обратите внимание, вверху два черных, внизу два белых. Подставляем отверточку. И с помощью нее. То есть вот таким движением снимаем контакты. Так. Только надо подписать, какой левый, какой правый. Чтобы потом не перепутать четко. То есть вот этот был левый. А этот будет пр. Наш правый. Потому что два черных. Провода. Так. По-другому здесь никак не вытащить. Здесь только контакты. Вот эти пластмасски снимать. И там нажимать. 4-ая весна. Вот эти мидер. Пришли. Чтобы так не издеваться, здесь берем за счелочку. вот и поддеваю и просто кнопку снимаем и все вот и укрепление вот защелка следующим шагом попробуем себе печку то есть вот эту всю часть убрали два проводка отсюда теперь только сейчас я понимаю что вот эти контакты нам можно было и не отцеплять нужно зацепить обратно ну как говорится опыт приходит со временем когда ты разбираешь и собираешь пока ты не попробовал у тебя опыта не будет и ты ничего не знаешь так для начала давайте открутим вот этот винтик который находится вот здесь и вот этот винтик открутил винтики винтик здесь вот такой тут винтик к нему лазит так пробуем приподнять печка вылетла только обратите внимание когда будете снимать этот пасек не порвите его то есть надо снять с вентилятора таким образом мы доставим печку пуля печку мы доставать научились в общем получается два винтика вот такие которые держат весь каркас нашей печки также такой пасек который вращает наш вентилятор так что если у вас вентилятор вращаться не будет что-то дело с пасеком посмотрите на него обратите внимание следующим образом чтобы снять нам нашу актопару нам надо отцепить весь этот чип такая застежка щеколка просто питья на и нажал вот таким легким образом она выходит или можете выдернуть шлейф вот отсюда но это делать не буду потому что я уже так ее вытащил и так печку сняли сейчас начнем смотрите чего нас стоит перед тем как я думаю снять вот эту нашу печку нам надо снять верхнюю часть в свою очередь она закручена на 4 винтика который я видел то есть вот раз два здесь от 3 и под пластмасской находится 4 то есть нам надо сейчас вытащить эту пластмаску здесь я вижу у нас такие два выступа думаю сейчас вот этот крутим наклон и и и вытащим давайте сильно вот эту пластмасску то есть направляющие куда вставляется наш два провода если вы делаете по-другому люди кто знает связывались с этим принтером можете написать будет очень интересно так освободили теперь нам надо вытащить эту пластмаску чтобы открутить здесь винтик получается здесь на нас на защелках внутри защелочка нажали таким образом у нас снимается таким выглядит это направляющая следующим шагом мы откручиваем винтики который я показывал вам вот такой маленький такой же маленький когда этот открутили следующий я ошибся вентилятор мастер начал ходить но местная часть наша не снимается смотрим что нам мешает по стеночку нас направляющая отсюда упала вот это и видим я просто вытягиваю так на себе таким образом снимается наш вентилятор обдува так вот он ходит не знаю он должен проходить не должен по идее мне кажется не должен затем чтобы снять нам версию часть вот эту видим нам эта пластмасска она не дает то есть здесь у нее все видим защелочки такие две сейчас мы на нее нажмем и вытащим защелку убираем и тянем на себя защелки мы вытащили вот таким образом видимся она выглядит вот они две защелки которые мы цепляли теперь у нас верхняя часть должны снятся то есть вот спокойно мы наклонили и верхнюю часть вот из пазов отсюда и вытащили здесь такие две детальки с пружинками и видим от запекшего тонера кусок вот сейчас его отодвину вот кусок упал то есть даже из-за этого у вас может иногда мять бумагу ни в каких принтерах я не встречал такой резинки в копире почему-то и сделали итак продолжаем дальше надо убирать печку если у нас будет необходимость сменить термопленку вдруг у вас попался скрепка мы сейчас посмотрим вроде она у нас целая нам надо ее снять чтобы снять здесь видим два силовых контакта идут то есть на тем как я думаю один идет то сюда сразу в тем а второй входит у нас вот под этот контакт сейчас мы снимем этот контакт вот сняли его таким образом сейчас мы сможем вытащить нашу термопленку вот так вот мы и вытащили видим все в тоннере вот я вам показывал запекший тоннер из-за которого у вас сможет мять бумагу обратите внимание что вот эти бумагоделители их надо чистить все потихоньку почистим следующим образом нам надо вытащить пленку пленка вроде нирваны посмотрел пленка на зоне стоит от 670 рублей и выше то есть вот эти сейчас проводки наши отцепляем вот они два контакта так скорее всего будет она меняться у нас отсюда затем берем вот эту часть и потихоньку еще будем здесь видим такие защелочки как бы надо и отсюда вытащить здесь вот такая защелка мы приподнимаем вверх и тянем вот эту часть вот сюда вот она защелочка то есть видим термопленка у нас как устроена обычно на роликах на роликах есть такие здесь стоят резиновые шестеренки на вот этом в этой печке почему-то их нет то ну вы видели на я снимал то есть чтобы вращали вот за этот часть термопленки здесь почему-то это шестеренки нету не знаю должна быть здесь или нет напишите потому что я еще раз в первый раз разбираю эту печку и ознакомлюсь с этим копирам дальше берем термопленку снимаем смазка видим вся высохла сейчас я почистим и оденем когда буду собирать видео сборки посмотрим вам все покажу итак следующим шагом нам надо если вытащить будет резиновый вал то есть видим шестеренки не дают друг другу вытащиться мы здесь такая защелка есть мы на нее нажимаем на себя вот она видно и вытаскиваем вот так на себя тоже видим вот эта шестеренка нам не дает попробуем из другого конца приподнять то есть вот отсюда я приподнял и таким образом наш вал легко выходит также если вы захотите снять эту шестеренку можете вот эту шайбу взять отверточку подставить и вытащить потом не забывайте давайте сделаем эту операцию чтобы уж разборка была у нас достаточно полная так шайба стопорная затем у нас идет пружинка затем вот эта снимается шестеренка туговато но снимается посмотрите чтобы она у вас была целая не лопнувшая эту часть вы снять не сможете пока не отогнете вот эту защелочку вот она защелочка вам это делать необязательно я показываю просто как если у вас будет необходимость ее заменить как это все снимается ну и сюда когда буду собирать нанесу смазку что у нас еще осталось осталось то есть если у вас сломается вот эта часть датчик выхода бумаги из печки ваш флажок не будет работать я показывал и не будет в октопару попадать вот эта часть чтобы вам его заменить флажок и так для начала нам надо освободить вот эту ось то есть мы берем вот эту защелочку вот она тянем ее вниз таким образом наша ось вышла здесь тоже у нас защелка нам надо снять шестеренку вот эту вот защелочку отодвинули и вытянули нашу шестеренку затем мы можем вытащить нашу ось то есть эта часть вот так вытащили и она упала такие вот вставыши потом будем вставлять одна упала потом найду при сборке таким то образом наша пластмасска начинает легко выходить здесь видим направляющим который не дает нам выйти и пить и и так вот я и отцу добро теперь нам не дает вот этот штучка которая где-то вот это вот выйти отсюда не знаю сейчас если не получится так вытащилась видели вылезло и флажок вот наш вытаскивается грубо говоря вот так вот отсюда больше здесь ничего разбирать нечего если хотите можете открутить винтик и вас снимется вот эта стеночка этот флажок у нас находится без пружинок то есть под силой тяжести сам опускается так вот меняется флажок в печке ну тут две пружинки и вот эти вот видим сколько накапливается на них всякой грязи вон какой слой вот такой камушек вот из-за этого слоя у вас возможно и будете заметьте бумаги или мять бумагу вашу они должны быть вот такие беленькие печку мы вот разобрали сейчас ее почищем ну вот и все на этом я заканчиваю эту часть видео в принципе много изучили об этом копили в следующем части будем изучать редуктор вот эти все части что для чего служит что я знаю я постараюсь вам рассказать если вам понравилось это видео не забываем ставить лайки подписываться на канал и так же не забывайте что канал требует спонсирования то есть чтобы я покупал технику и снимала мне видео если что то я рассказал не так или неправильно можете меня поправить как я еще раз говорю я этот копир разбираю в первый раз в жизни так как в интернете нету ни одного видео как он разбирается как меняется термопленка в печке надеюсь мое вот это видео поможет многим людям все мои контакты находятся под видео то есть карта сбер к телефону привязана также можете писать в апсап делиться своими историями что у вас было с этим копиром ну или задавать вопросы до свидания с вами был канал я мой принтер всего вам хорошего